Кто рождается? Иначе, — удивился Тимур, — конечно, — ответил Афанде, — у таких, как ты, властители рождаются. Или деспоты и тираны, или насильники и притеснители, или людоеды и кровопийцы. Игра в Чоуган Однажды правитель города пригласил Насредина поиграть в Чоуган. Насредин сел верхом на старого вала и поехал на Мейдан. Правитель увидел его, засмеялся и сказал, — Лейгры в Чоуган выезжают на скакунах. Зачем это ты взобрался на старого вала? — Десять лет назад, — отвечал Насредин, — когда я садился на него, он бывал так проворен, что обгонял птиц. Воля победителя Однажды эмир Тимурленг прогнал Насредина Афанде из дворца за острое слово. — Что бы я отныне твоего лица не видел, — закричал вдогонку Тимур. Прошло несколько дней, эмир соскучился по Афанде и приказал вызвать его во дворец. Афанде явился при дочи властелина, пятясь за дом. Тимурленг снова вспылил, — Что это еще за новости? — Поле повелителя вселенной для меня закон, — ответил Афанде. — Отныне вы будете видеть только мой зад. Это не в моих силах У Тимурленга было в обычае убивать всех, кто во сне беспокоил его. Как только об этом узнал Хаджа, он быстрехонько забрал свой скарб и убежал к себе в деревню. Кое-кто начал ему говорить. — Дорогой ты наш, ведь только ты и можешь с ним ладить. — Что бы ты ни сделал, что бы ты ни сказал, он на тебя не сердится. — И землякам твоим от того польза, зачем же побросал ты все и пришел сюда? Хаджа отвечал, — Когда он бодрствует, я, по милости Аллаха, могу хоть как-то ему противостоять. Но вот если ему я приснюсь во сне, то вести себя так, как ему хочется. Это уж не в моих силах. Насморк Повелитель мира любил спать в жарко натопленной комнате и не позволял ее проветривать. Как-то утром к нему явились, по его приказу, много приближенных, и в комнате сделалось очень душно. Тимур заметил, что один вельможа недовольно поморщился и раздраженно воскликнул. — Эй ты, скажи, как пахнет в моем спальном покое? — О, ваше величество, здесь вдохнуть нельзя, такая стоит вонь. — Палача сюда, — приказал Тимур, и несчастного вельможа тут же отрубили голову. — Ну-с, кому еще показалось, что здесь воняет? — спросил Тимур. — Что вы, ваше величество, подобострастно заребезил другой вельможа? — В вашем покое стоит запах роз и фиалок. — Ты подхалимничаешь. Палач, отруби ему голову. — Приговор был тут же выполнен. Придворные в ужасе молчали. Взгляд Тимура упал на стоявшего скромно в сторонке Афанди. — А ты, мудрец, что скажешь? Воняет в моем покое или благоухает? — Все придворные разинули рот в испуге. — Скажет бедный Афанди, что воняет — голову отрубят. — Скажет, что приятно пахнет — все равно отрубят. Афанди подошел к ложу Тимура, поклонился и смиренно сказал. — Ваша милость, у меня уже неделю насморк. Откуда мне знать, какие запахи в вашем покое? Правильный ответ. На Тимура, повелителя мира, напала скука, и он решил развлечься. Он спрашивал по очереди своих придворных. — Кто я? Тиран или справедливый правитель? Если придворный отвечал тиран, ему отрубали голову. Если справедливый правитель, отправляли на виселицу. Все приближенные впали в ужас и умоляли Афанди пойти урезонить Тимура. Повелитель мира мрачно спросил. — Тебе жить надоело? — Нет. — А зачем ты явился? — Но раз ты пришел, отвечай. Тиран я или справедливый правитель? — Ни то, ни другое, — отвечал Афанди. — Как так? — удивился Тимур. — Если бы ты был справедлив, то не стал бы казнить человека за правильный ответ, что ты тиран. А если ты тиран, то не допустил бы, чтобы говорили о тебе, как о справедливом владыке. Как сам знаешь, что на самом деле ты тиран? Ответ поставил Тимура в тупик, и он прекратил казни. Хаджа и жена ненавистник. Один тиран, которому жена его бесстыдно изменяла, почувствовал к женщинам ненависть. И с того времени, чуть где услышит об ученых и просвещенных людях, зазывал их к себе, говорил на ухо несколько слов, и, если не получал ответа, способного развеять его скорбь, приказывал рубить им голову. Тогда послали к тирану Хаджу, надеясь, что он в этой беде поможет. Тиран усадил Хаджу рядом с собой и прошептал ему на ухо. — Ты женат или холост? И как только Хаджа сказал, — Да разве, дожив до моих лет, бывает человек холост? Тиран заметил. — Вот и ты такой, как все. Отрубите-ка ему голову. Хаджа сообразил, насколько серьезно его положение, и сказал, — Не торопись, а прежде узнай. Может быть, я бросил одну жену и взял потом другую. Или, может быть, она умерла, и я опять женился. Или, может, у меня была одна жена, а я взял и еще нескольких. Случилось уж так, что я ошибся и женился. Это пропасть. И только попав в нее, познаешь ее глубину. Есть известная поговорка «У спотыкающейся лошади не рубят головы». Говорят, что остроумный ответ Хаджи отвратил тирана от ужасной привычки. Очки не на месте. Хаджа был назначен воспитателем царского сына. Обычно они занимались с утра до полуденной молитвы. Но однажды, когда Муадзин уже призвал правоверных совершить намаз, Хаджа не стеял очки, как обычно делал, и продолжал читать принцу. Уже во время молитвы, сказал принц, урок окончен. — Я ничего не слышал, — ответил учитель. Ну что же, — возмутился царственный ученик. В таком случае тебе надо надевать очки на уши. Толкование сна Эмира Эмир увидел во сне, что у него выпали зубы. Он вызвал к себе толкователя снов. — Не могу скрыть истины, — сказал тот. — Ваши дети и все ваши родственники умрут раньше вас. За такое мрачное предсказание Эмир приказал казнить толкователя. После казни Эмир встретился с Эфенди. — Не можешь ли хоть ты объяснить мне подлинное значение моего странного сновидения? — Могу, долговечный государь, — ответил Эфенди. — Хороший сон. Вы проживете на этом свете дольше своих детей и родственников. Воспокойный Эмир щедро вознаградил Эфенди. Не спеши. У повелителя мира Тимура было как-то плохое настроение. Желая разогнать хандру, он призвал всех астрологов и задавал каждому поочередно один и тот же вопрос. — Сколько лет мне осталось жить? И чтобы не отвечали ему эти астрологи 10 лет, 20 лет, 30 лет, всем им Тимур приказывал рубить головы. То же случилось с астрологом, напуганным мучестью своих товарищей и объявившим, что Тимур проживет 100 лет. Тем я отрубил головы за то, что они отпустили мне слишком малый период жизни, а тебе за то, что ты принялся угодничать и подхалимничать. Тут взгляд повелителя упал на Эфенди. — А ну, мудрец, — сказал грозно Тимур. — Ты тоже ходил одно время в прорицателях. Сколько времени осталось жить мне, твоему повелителю? А Эфенди приблизился к трону, склонился в поклоне и ответил. — Я смотрел вчера сочетание звезд и движения планет, своих и твоих. И что же ты высмотрел? — Ты умрешь, всемогущий, ровно через день после того, как умру и я. И поэтому не спеши отрубать мне голову. Источник жизни Своим остроумием на среди на Эфенди снискал милость Падишаха и получил доступ ко двору. Как-то в доме Эфенди не осталось ни копейки, и он решил обратиться к повелителю за помощью. Но, как это часто бывает с повелителем, у Падишаха в этот день оказалось плохое настроение. Двери шахской сокровищницы не открылись, и Эфенди ушел ни с чем. На другой день, возвращаясь с охоты, Падишах вдруг вспомнил, что обошелся неласково с настретином Эфенди и решил наградить его деньгами и дичью, которую настрелял в изобилии. С этой целью он повернул коня к дому Эфенди. Со двора Эфенди доносились звуки веселой песни и крики пирующих. Падишах с удивлением различил даже голоса самых известных певцов города. «Тут явно какая-то тайна», — подумал Падишах. Эфенди только вчера жаловался, у меня нет денег купить хлеба детям. Откуда же он взял деньги на пирушку? Не иначе занимается воровством. Завтра обязательно надо выяснить, в чем дело. Падишах поехал своей дорогой, а на следующий день вызвал Эфенди к себе и спрашивает. «Где вы берете деньги на пирушки, Эфенди? Говорите только правду, ведь вы вечно жалуетесь на бедность». «Скажу, мой Падишах, скажу. После того, как вы, великий Падишах, закрыли передо мной ворота своей щедрости и великодушия, мне ничего не осталось, как придумать какой-нибудь способ добывать на пропитание себе и своим детям. Я бьюсь об заклад с разными людьми на большие деньги и чаще всего выигрываю. «Если вам будет угодно, то я и с вами готов биться об заклад». «На что?» — заинтересовался Падишах. «Завтра ровно в полдень на мягком месте моего Падишаха пониже спины вскочит здоровенный чирий. Если нет, плачу. Какова ставка, мой государь? Сто золотых платить наличными. Повинуюсь, великий Падишах, по рукам». Они ударили по рукам, и Афанди отправился к себе домой, а Падишах всю ночь не сомкнул глаз. То и дело он ощупывал место пониже спины, не вскакивает ли чирий. Ни утром, ни в одиннадцать часов, ни в полдень чирий не вскочил. Обрадовался Падишах и приказал седлать коня. «Хвостунов Афанди проиграл», — ликовал Падишах. «Вот уж покажу я его. Посмотрим, где он возьмет сто золотых». Афанди встретил Падишаха у калитки и отвесил ему глубокий поклон. «Нет у меня никакого чирия», — сказал Падишах. «Вот иди, Афанди, проигрыш». «Сто золотых ожидают моего повелителя», — отвечает Афанди. «Но ведь я должен посмотреть своими глазами, пожалуйте, в Мехманхану». Проведя Падишаха в дом, он попросил его встать спиной к окну и разоблачиться. Посмеиваясь, Падишах исполнил просьбу Афанди и, торжествуя, воскликнул. «Но как, Афанди, убедились? Вы правы. Вот ваши сто золотых», — ответил Афанди, почтительно протягивая кошелек. Довольный, что провел такого хитреца, как Афанди, Падишах забрал золото и отправился к себе во дворец. На следующий день он узнал, что у насреди на Афанди опять пир, который затмил своей пышностью предыдущий. Изумившись, Падишах послал за Афанди и спросил его. «Послушайте, Афанди, только вчера вы проиграли мне сто золотых, а сегодня устраиваете пир, или вы дурачите меня?» «Разве я осмелюсь, Великий Падишах?» — почтительно ответил Афанди. «Правильно, я бился об заклад с вами и проиграл, но в то же время я бился об заклад на ту же ставку с двадцатью другими людьми и выиграл. Каким образом?» «Я им сказал, что если они придут ко мне после полудня, я сумею показать им самое нежное место нашего повелителя. Они не поверили. Я побился с каждым из них об заклад на сто золотых. Вы приехали ко мне, и так как Чири у вас не вскочил, я уплатил вам проигрыш сто золотых. Но те двадцать человек, что стояли под моим окном, увидели то, на что они бились со мной об заклад, и проиграли мне две тысячи золотых. Вот и все. Великий Падишах». Подарок Маллы Однажды на огороде у Маллы раньше, чем у всех, созрели огурцы. «Надо», — подумал Мала, — «отвезти один вьюг огурцов Тимуру. Может быть, он смилостивится и даст мне хороший подарок». Он поднялся рано утром, нарвал огурцов, погрузил на ослов и отправился в город. В это время Тимур ехал куда-то верхом. Он был один и встретился с Маллой. «Эй, ты», — спросил он, — «что это у тебя и куда ты везешь?» «Свежие огурцы», — ответил Мала, — «везу я их в подарок Тимуру». Тимур до этого не знал Малуна Средина и заметил, что Мала тоже не знает его. «Как же ты дружишь с Тимуром?» — спросил он, — «если вы даже не знакомы. Чего ради ты о нем заботишься?» «До сих пор засмеялся Мала. Я думал, что на свете только я один глупец. А теперь вижу, что ты еще глупее меня». Тимур обиделся, но, не желая открыться, спросил. «Хорошо, с чего же ты взял, что я глупец?» «Надо же было тебе столько прожить и до сих пор не знать меня. Ты не знаешь, что я Мала на Средин. И что мне не пристало заботиться о таких людях, как Тимур». «Раз ты, Малана, Средин», — сказал тот, — «и не заботишься о Тимуре, то зачем же везешь ему огурцы?» «Везу», — ответил Мала, — «чтобы с легкой руки выцарапать у него что-нибудь детишкам на молочишко». «Ну, хорошо. Почему ты думаешь, что Тимур подарит тебе что-нибудь?» «Во-первых, как я слышал, он человек недалекий. Похвали его немного и оседлай, как осла. Он все равно не поймет. Во-вторых, почему бы ему не дать? Он же раздает на отцовское достояние, а народное». Тимур очень разгневался, но сдержался и спросил. «Хорошо. Какой же ты ждешь от Тимура подарок за эти огурцы?» «Не знаю. Если повезет, то выманю у него монет пятьдесят сто». «Нет, приятель, у тебя слишком большой аппетит. Не верится, что он даст тебе столько. Но его к черту пусть не даст. Я согласен и на тридцать-сорок». «Нет, и это много. Ладно, пусть даст двадцать-двадцать пять. Спаршивые овцы, хоть шерсти клок». «А если он ничего не даст?» — разозлился Тимур. «Тогда я отрежу хвост у моего черного осла и положу на могилу предков Тимура. Тимур, не сказав ни слова, тронулся в путь. А Мала двинулся дальше. Тимур кратчайшей дорогой вернулся в город. Вскоре пришел и Мала. Тимур закрыл лицо и позвал Малу. Сперва он взглянул на огурцы, а потом спросил. «Ну ладно, что ты хочешь от меня за них?» «Что я могу просить у тебя, государь? Дай тебе бог здоровья. Ничего, дал бы мне монет пятьдесят-сто». «Нет, это слишком много. Если это очень дорого, то пусть будет тридцать-сорок». «Нет», — ответил Тимур, и это тоже очень много. Мала по голосу узнал, что Тимур тот человек, которого он встретил на дороге, и понял, что беды ему не миновать. Однако, нисколько не смутившись, сказал. «Ладно, я согласен на двадцать-двадцать пять». Тимур откинул с лица покрывало и спросил. «А если не дам ничего?» «Государь, я уже сказал, что я Мала на средин, и от своих слов не отрекаюсь. Если не дашь двадцать-двадцать пять, мой черный осел стоит во дворе, и хвост его при нем». Небылица В долгий зимний вечер Тимуру сделалось скучно, и он распорядился. «Кто расскажет такую небылицу, что я не слыхал, тот получит тысячу дирхемов. Но предупреждаю, если эту ложь я уже слышал, пеняйте на себя. Рассказчика прикажу поколотить палками». Много охотников нашлось получить тысячу дирхемов. Но ни один не смог придумать такой лжи, которой не слыхал бы Тимур. И всем вельможам невольники изрядко наповыбивали пыль из халатов. Тогда Тимур обратился к сидевшему поудаль Афханде. «Что же ты молчишь, мудрец? Я понимаю, повелитель, что при твоем дворце никого уже не удивить самой нелепой небылицей, и потому у меня нет желания участвовать в таком состязании. Все равно получишь от тебя десять палок на ночь». Но поскольку состязание лжецов закончилось, позволь тебе напомнить про один должок. «Я тебе ничего не должен», — сказал великий Тимур. «Нет, вы запамятны, ваше величество. В шкатулке моего покойного отца я нашел ваш высочайший рескрипт о том, что вы пожаловали ему в потомственное владение Самарканд, этот дворец и себя в придачу». «Это наглейшая ложь из всех небылиц, которые касались моих ушей!» Афанди встал и поклонился. «Ваше величество, позвольте получить с вас письменное распоряжение казначею двора, выдать мне, вашему рабу, тысячу дирхемов». Извинение хуже проступка Однажды Тимур спросил Малу. «Мала, что это значит, извинение хуже проступка?» «Вечная жизнь и здравие повелителю — это персидские слова. И смысл их таков. Иной раз извиняться еще хуже, чем сделать ошибку». Тимур не понял, и Мала стал ему объяснять. «Предположим, какой-то человек совершил оплошность. А потом пошел просить прощения. Но его извинение оказалось еще хуже проступка. Тимур опять не понял. Сколько Мала не старался, но так и не смог растолковать Тимуру значение этих слов. Наконец тот обозлился и сказал, «Что ты за глупец? Всего три слова, и ты не можешь объяснить. Смотри, даю тебе срок. Пока я сосчитаю до ста, ты должен объяснить мне. Если же ты не объяснишь, я прикажу отрубить тебе голову». Мала, не сказав ни слова, приблизился к Тимуру и больно ущипнул его в бок. Тимур громко вскрикнул и повернулся к Мале. «Ты что, с ума сошел? Что ты делаешь?» Мала поклонился ему и сказал, «Прошу извинения, у повелитель, мне померещилось, что я у себя дома, а ты моя жена». «Что ты мелешь?» Закричал Тимур. «Не гневайся, государь!» Ответил Мала. «Вот когда извинения хуже проступка». Как испугать завоевателя Рассказывают, что Тамерлан хотел пройти со своим войском через город, в котором жил Хаджан Асреддин. Жители бросились к мудрецу, умоляя спасти родину от смертельной опасности. Он тут же нацепил на голову тюрбан размером с колесо, уселся на осла и поехал навстречу Тамерлану. «Хаджа, что это у тебя за тюрбан?» Удивился завоеватель. «Это мой ночной колпак», ответил Хаджа. «Я прошу прощения за свой вид, но мой дневной колпак везут за мной на телеге». Тамерлан, озадаченный странными обычаями местных жителей, повел войска другим путем. Тимур и Мулана Средин Тимур был злой и жестокий человек. Когда он приходил с войной в какой-нибудь город, то жителей убивал, город разрушал и строил себе дворец из человеческих черепов. Когда он подошел к городу Акшихиру, где жил Мулана Средин, собрались горожане и сказали ему, «Придумай какой-нибудь способ спасти нас всех от этого нечестивца Тимура, а не то мы сожжем тебя, твою родню и твой дом». Мулана ответил, «Я же не господь Бог, чтобы спасти всех вас от Тимура. Что я могу сделать?» Он велел дать ему шубу, надел ее на себя, повязал на голову большой тюрбан и пошел навстречу войскам Тимуру. Когда подошел передовой отряд, солдаты увидели человека с большой головой и длинной трубкой, который сидел на камне у дороги, и перед ним стояла ослица. Человек знаками показывал солдатам, что им следует вернуться. Подъехал сам Тимур и спросил, почему войско остановилось. Ему ответили, «Вот, сидит какой-то человек и не пускает нас». Тимур подошел к сидевшему Муле и спросил его, «Кто ты?» Мула ответил, «Я господь Бог». Тогда Тимур приказал одному из своих слуг, слепому на один глаз. «Подойди к нему, если он вылечит твой глаз, то мы поверим, что он господь Бог, в противном случае он лжет». Мула рассмеялся и сказал, «Нас два брата. Мой старший брат на небе, а я младший брат на земле. Все дырки, что выше пупа, в его ведении, а в моем ведении лишь дырки ниже пупа». Тут Тимур рассмеялся, понял, что это Мула, отпустил его и двинулся со своим войском дальше. Случай в Зиндане Однажды на среди Нафанди сопровождал Падишаха во время посещения им Зиндана. Все заключенные жаловались на то, что их бросили в подземелье безвинно. Только один из них признался в своем преступлении. Афанди обратился к Падишаху. «Вам следует немедленно освободить этого преступника, дабы он не развратил всех невинных». Упрек правителю Как-то Малла повздорил с одним человеком и его привели на суд к правителю. Оказалось, что несколько дней назад Маллу уже приводили к нему по какому-то другому делу. Правитель увидел Маллу, сказал, «Как тебе не стыдно, Малла, ты уже второй раз попадаешь сюда». «И что ж тут такого?» спросил Малла. «Как то есть что тут такого?» спросил правитель. «Разве ты не знаешь, что честный человек сюда не попадает?» «Послушай», возразил Малла, «я всего второй раз попадаю сюда, а ты бываешь здесь каждый день». Кетмень Казикалана Казикалан благородной бухары шефствовал в соборную мечеть. Желая утереть под солба, он потянул из-за роскошного своего пояса платок и выронил на землю свой золотой калам, который подкатился к ногам на средине Афанди. «Эй, человек!» воскликнул Казикалан. «Что ты зеваешь? Подними и подай!» Афанди поднял калам и, склонившись в поклоне, протянул его всесильному вельможе. «О, милостивый господин Казикалан, зачем вы носите при себе этот кетмень?» «Поистине, ты дурак из дураков!» «Если спутал калам, которым я подписываю указы Эмирата, с грязным крестьянским кетменем!» «Одной подписью, ваша милость, разрушает целые кишлаки!» «Что же, ваш золотой калам, не железный кетмень?» КАЗНЬ ЕГИПЕТСКАЯ В жаркие дни мухи не давали никому покоя. Тимур очень злился, потому что из-за них не мог спать по утрам. «Если на земле место, где бы не было этой казни ЕГИПЕТСКИЙ!» кричал он. «Есть!» сказала Фанди. «Где же?» «Там, где нет людей, там нет и мух!» «Не верю!» воскликнул Тимур. «Бьюсь об заклад, что такого места нет!» «Есть!» «Хорошо же, упрямец!» «Если ты прав, получишь тысячу золотых, если нет, получишь сто палок!» Однажды, во время охоты, Тимур забрался в самый углубь безлюдных песков и расположился на ночлег. Едва Тимур приступил к трапезе, прилетела муха. «Ага!» воскликнул повелитель. «Ты видишь муху?» «Готовь в спину!» «Нет!» «Готовь деньги!» «Мы в пустыне, здесь нет людей!» «А ты клялся, что там, где нет людей, нет и мух!» «А ты, повелитель, разве ты не человек?» «По справедливости» На перу во дворце Падишах приказал на Средину Афанди. «Разделка гуся поручается вам!» «Винуюсь, ваше величество!» ответил Афанди и, вооружившись ножом, приступил к делу. Отрезав гусю голову, он сказал «Голова гуся вам, мой господин, ибо голова страны это вы!» Затем, отрезав крылья, он протянул их двум дочерям Падишаха «Вот вам покрылышку, ибо вы рано или поздно выпорхнете из этого гнезда!» Отрезав лапки, Афанди отдал их двум сыновьям Падишаха «Вам заступать на место своего отца!» сказал он им «Длинную шею гуся он вручил жене Падишаха «Муж вам любит давать по шее так, чтобы ваша шея стала еще крепче!» А всю тушку гуся он положил себе на блюдо «Это мне за то, что я разделил гуся по справедливости!» Или осел или Тимур Однажды Тимуру подарили осла А у малы к этому времени кончились деньги Тимур сказал мале «Что же ты мала молчишь? Может быть у этого осла нет никакого таланта?» Мала понял что тут можно поживиться и поспешно ответил «Почему же нет? Этот осел еще умнее того Если ты отдашь его мне я научу его говорить хорошо я дам тебе его скажи свои условия Условия мои немного накладные ответил мала На этот раз дело очень трудное Ты должен дать мне пять лет сроку и на каждый день по золотому Тимур согласился Мала сосчитал сколько золота ему полагается за пять лет и получив сполна привел осла домой Жена увидела что Мала опять пришел с ослом и спросила «Что это такое?» «Помолчи жена» ответил Мала «Возьмите деньги и расходуй Посмотрим что будет дальше» И он рассказал жене все «С ума ты спятил что ли?» сказала жена «Или голову потерял Разве осел может?» «Жена» возразил Мала «Я думал что глуп только Тимур поверивший моим словам оказывается вы одного поля ягода Конечно осел не может говорить Раз не может говорить рассердилась жена так чего же ты взялся его обучать Ты задаешь нелепый вопрос Разве не видишь что я принес целый амбар золота Ну хорошо через пять лет срок кончится Что же ты тогда скажешь» Мала немного подумал ответил «Жена не будь дурой возьми деньги и покупай что нужно Аллах милостив за эти пять лет кто-нибудь да сдохнет или осел или Тимур Изгнание Не всегда грозный Тимур выслушивал спокойно на среде нафанде Много раз меч власти вот-вок мог перерезать тонкую нить жизни нашего мудреца Однажды Тимуру доложили что Афанди его именем отменяет казни отбирает у вельмож награбленные сокровища и раздает их педнякам Повелитель мира приказал привести Афанди пред свои грозные очи он повелел Довольно дни милости Говори Разреши о справедливейшие выбрать для справедливой казни надо мной животное мне самому Тимур согласился и в предвкушении развлечения направился на людную площадь чтобы посмотреть как Афанди будут с позором изгонять из города Тысячи людей сбежались посмотреть на изгнание Афанди Многие горько жалели его но были и такие кто злорадствовал и вдруг все ахнули через базар на великолепном коне в белом халате и чалме важно ехал мимо трона Тимура сам на среде Афанди повелитель мира от удивления раскрыл рот и долго не мог вымолвить ни слова наконец он воскликнул что это значит несчастный как смел ты нарушить мое повеление но Афанди только поклонился о повелитель справедливости ты соизволил чтобы я раб твой выбрал лучшее верховое животное в твоей дворцовой конюшне я подумал что самая плохая лошадь лучше самого хорошего ишака ну я и выбрал коня ты же повелел намазать меня грязью и посадив верхом на ишака прогнать но я же сижу не на ишаке а на коне значит меня нельзя ни намазать грязью не посадить задом наперед в седло придется тебе меня изгнать в таком виде иначе все скажут Тимур несправедлив все ждали что Тимур прикажет отрубить Афанди голову но этого не случилось повелитель повелитель мира только махнул рукой и вернулся во дворец а наш мудрец навсегда покинул Самарканд и как его не просил потом Тимур так больше и не вернулся отшельничество когда на престол мобиран нахра воссел великий Тимур налоги повысились до предела и Афанди разозлился остался он без земли без дома без имущества удалился он в пустыню и построил себе шалаш около одного заброшенного колодца раз Тимур заблудился на охоте и проплутав несколько дней среди песчаных барханов выехал к колодцу где жил Афанди чем же угостить грозного гостя когда в шалаше пусто Афанди пошел в пустыню поймал несколько змей отрубил им головы и сделал кебаб изголодавшийся в конец повелитель мира накинулся на змеиное жаркое наевшись он попросил напиться Афанди подал ему воды из колодца уморившись Тимур воскликнул как ты можешь здесь жить питаться змеями пить вонючую соленую воду и для этого бросить тенистые сады цветники прохладные реки и ручьи со сладкой водой зато нет здесь ни налогосборщиков ни бегов ни тебя Тимур афанди не забыть и для этого и для этого